Сотни новосибирцев поучаствовали в географическом диктанте. Всероссийская акция прошла в нашем городе одновременно на 40 площадках. Насколько сложны были вопросы, свои знания проверил Александр Сольдин. И вот в эту петельку вот так просовываем. И вот сюда вот раз ее и просто здесь держим. Здесь не нужно тянуть ничего, просто держим. Сложнейший морской узел, булинь называется, активно используют туристы. У этих девушек-спелеологов определенно педагогический талант. Очень доступно объясняют, и все получается почти сразу. Сегодня одни демонстрируют свои знания не только здесь, но и в географическом диктанте. В жизни пригодится, уверена Анастасия Кацун, мечтает стать геологом. Либо геология, либо геофизика. Геофизика – это еще и исследование, то есть электроразведка, исследование полостей. Можно найти пещеры, когда ты исследуешь земную кору. Я считаю, что это очень интересно. 10 простых вопросов на знания, 30 сложных. Варианты ответов читают Пелагея и Леонид Якубович. Вопрос номер 3. Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Кавказ писал». Из поэтических строк нужно понять, какое природное явление описано. Или, например, по отрывку из песни и сухого описания из географического справочника определить, о каком полуострове идет речь. В числе вопросов географического диктанта есть те вопросы, которые составили люди, которые пожелали поучаствовать в конкурсе. И в том числе в диктанте, который будет проходить сегодня, есть победитель из города Новосибирска – Татьяна Ложанова. Постоянно смеются даже те... Такие вопросы только кажутся сложными. На самом деле, часть ответа уже содержится в своем формулировке. Но нужно обладать знаниями в разных отраслях, не только в географии, но и в литературе, и, например, в истории. Кроме того, было много и познавательного, что потом можно погуглить. Например, я обязательно поищу информацию о городе Билибино и Билибинской атомной электростанции. Здесь свои знания проверили полсотни человек. Всего в городе было четыре десятка таких площадок. Но у желающих еще есть шанс принять участие в диктанте. Ответить на вопросы можно онлайн до 10 утра 24 ноября. Потом система проанализирует опросники. Результаты будут известны 6 декабря. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова